МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет округа на 2016 год остается напряженным. Государственный долг региона составляет 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Здравствуйте с главными событиями этого дня. С вами в студии Елена Семеновичева. Рекомендации, обязательные к исполнению, глава региона Игорь Кошин сегодня обратился к главу муниципальных образований, руководителям департаментов и главным распорядителям бюджетных средств. Губернатор определил первоочередные задачи, решение которых должно пройти в кратчайшие сроки. В случае неисполнения, отметил Игорь Кошин, будут приняты серьезные решения. Главы муниципальных образований округа до 18 октября текущего года должны были представить предложения по двум направлениям деятельности. Снижение уровня безработицы на селе и по увеличению собственных источников доходов. На сегодняшний день средств не хватает. Несмотря на это, предложения от муниципалитетов поступило немного. На сегодняшний день, хотя сегодня уже не 18 октября, информацию не предоставил нам муниципальное образование поселка Амберма. Видимо, нет проблем ни с безработицей, ни с заходной частью. Поэтому в управлении финансово просьба на это обратить внимание. Коткинский сельский совет, тоже все в порядке. Видимо, там Карский сельсовет, Тельвисточный сельсовет, Тиманский, Хариверский и Хасида-Харский. В Ленесе. Поэтому, коллеги, с такой исполнительской дисциплиной не удивляйтесь, когда увидите процент на содержание. Ничего личного, чтобы потом не было у нас удивления. К поручениям, отметил Игорь Кошин, относиться надо более ответственно. Бюджет текущего года сложный. Сложным будет и бюджет 2017-го. Все зависит от цены на нефть. На сегодняшний день она низкая. Предпосылок к росту пока нет. Если кто-то считает, что у нас доходных источников нет в силе каких-то других причин, посмотрите ситуацию по Харягинскому СРП. Если мы на пике получали до 7 миллиардов долларов, в этом году, дай бог, чтобы мы 2-2,5 получили, да, Татьяна Павловна? Чтобы сверстать бюджет следующего года, отвечающий реальности, в кратчайшие сроки по поручению главы региона в округе должна быть создана специальная комиссия. В неё войдут представители департаментов, депутаты и общественники. Параллельно с этим необходимо решать и проблему с безработицей. Она реально существует, несмотря на то, что вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных. Много рабочих мест предлагают нефтянники. Но по некоторым причинам жители округа на существующие рабочие места не берут. На сегодняшний день на постоянной основе в компаниях недропользователей, расположенных на территории округа и здесь же ведущих свою деятельность, работает порядка 11,5 тысяч человек. Из них всего 300 человек – местные жители. С начала года в нефтяные компании трудоустроено всего 76 человек. Та же проблема и в строительной отрасли. Мы убеждаемся по каждому муниципальному нашему образованию, по каждому поселению. Большую часть тех работ, на которые мы тратим собственные бюджетные средства, большую часть этих работ выполняют приезжие компании, которые обходятся привозной рабочей силой. Мы сами профукиваем свои же рабочие места. Поэтому просьба при планировании работ и по заполярному району, и по строизаказчику все-таки смотреть, чтобы выходили наши компании с привлечением нашей рабочей силы. Я понимаю, что это сложно довольно-таки сделать, но здесь просьба к тому же северных комсервисов возрефигенческих настраивать их на подобные работы. Мы с вами говорили, когда мы централизовали и усиливали участки ЖКУ по населенным пунктам, что они будут принимать участие и в ремонтных работах, и в содержании тех же дорог и так далее и тому подобное. Здесь убежден Игорь Кошин, образовательным учреждениям региона необходимо готовить свои кадры. Усилением в этой части должна заняться комиссия по занятости населения совместно с представителями Департамента образования. Глава региона поручил контрольно-ревизионному управлению аппарата администрации округа проверить уровень зарплат в школах и детских садах региона. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы не сокращался, однако переход на новую систему оплаты труда вызвал большой общественный резонанс. Игорь Кошин отметил, что зарплата бюджетников является неприкосновенной. Собственно, для сохранения фондов оплаты труда округ и берет кредитные средства, когда не хватает собственных доходов. Заработная плата работников образования, культуры и здравоохранения регулируется майскими указами президента России. Это абсолютный приоритет для региональной власти. Губернатор поручил контрольно-ревизионному управлению аппарата администрации провести выборочную проверку заработных плат сотрудников в нескольких школах и детских садах. К проверке готова подключиться и счетная палата округа. По итогам 1 января, когда последний раз рассматривали майские указы президента, там, где будет невыполнение, автоматически следует кадровое решение. Договорились, чтобы потом не было у нас никаких взаимных обид, взаимных претензий. Бюджет Ненинского округа 2016 года продолжает оставаться напряженным. Расходы превышают доходы. Так, за минувшую неделю в казну поступил 141 миллион 800 тысяч рублей, а израсходовано 246 миллионов. Об этом на расширенной планерке при главе региона сообщила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Расходы на содержание казенных учреждений составили 19,6 миллионов рублей. На содержание органов госвласти направлено чуть более 26 миллионов. Субсидии бюджетным учреждениям составили 36,6 миллионов рублей. Львиная доля из них направлена на образование, культуру и спорт. 21 миллион с небольшим направлен на социальные выплаты. Также произведена поддержка формы субсидий юридических наценок. В размере 37,5 миллионов. Из них 27,4 миллиона – это субсидии малого перепуска, 6,7 миллионов – это субсидии малого перепуска, 6,7 миллиона – это подготовка в ОЗП, 2,7 миллиона – это субсидии по ЖКХ. 600 тысяч перечислены на 5% ипотеки, 100 тысяч – размещены здравоопедателям по работе несовершеннолетних граждан. Бюджетные инвестиции в госсобственность Ненецкого округа составили 77,7 миллиона рублей. Это авансовый платеж на реконструкцию дороги монтажников «Угольная юбилейная». Данные средства поступили из федерального бюджета. Межбюджетные трансферты муниципальным образованием составили 2 миллиона с небольшим. Из них полтора миллиона направлено городу на дорожную деятельность, 600 тысяч – Приморско-Куйскому и Тиманскому сельсоветам на содержание мест захоронения. Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования составили 17,3 миллиона рублей. Некоммерческие организации в виде субсидий получили 1 миллион. Государственный долг региона составляет 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Решение длиной в полтора года. Депутаты городского совета сегодня на сессии приняли решение о сокращении окладов муниципальным служащим и ежемесячное денежное вознаграждение выборных должностей. В связи со сложной экономической ситуацией в округе и нехваткой денежных средств в городском бюджете, еще в начале 2015 года депутаты городского совета от партии «Единая Россия» вышли с предложением о сокращении оклада муниципальным служащим. Однако столкнулись с сопротивлением со стороны администрации города и рядом депутатов. Они были против снижения заработной оплаты городским чиновникам. Несмотря на то, что заработная оплата государственным чиновникам и работникам муниципальным служащим других муниципальных образований были снижены еще в начале 2015 года. Однако решение, принятое с 1 января 2017 года, оклад городским чиновникам будет уменьшен с 51,5 до 45 должностных окладов в год. Но, по словам Ольги Петуниной, как таковой оптимизации экономии бюджета города на 2016-2017 годы ждать не приходится в связи с затянувшимися сроками принятия постановления. Также сокращено ежемесячное денежное вознаграждение главы города и председателя совета, так как оклад чиновникам снижен на 10% и приведен в соответствие с окладом губернатора округа. Кроме того, на сессии было принято решение о внесении изменения в закон о налоге на имущество физических лиц. С 2017 года в соответствии с окружным законом этот налог должен исчисляться не с интервизационной стоимости, а с кадастровой, которая более приближена к рыночной стоимости объектов недвижимости. Ставки установлены в размере 0,2% для жилых домов и квартир, в размере 0,3% для гаражей. И льготы, все которые действуют на сегодняшний день, сохранены в том же объеме. Почувствуют повышение по налоговым платежам жители не сразу. Налог за 2017 год будет исчислен и предъявлен только к 2018 году. А для того, чтобы привести налог на имущество к нормативам, платежи растянут на 5 лет. Так, только к 2022 году налог будет уплачиваться в полном объеме. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Пятилетний план по импортозамещению. Документ разработан в целях увеличения объема товаров, работы, услуг, производимых и реализуемых в округе. Планом определены мероприятия в сфере сельского хозяйства и туризма. Покошенные стены, продуваемый пол и обвалившийся балкон. В таких условиях живет семья пенсионеров в доме по улице Евтысова, 5. Кто спасет ситуацию, смотрите далее. В Ненинском округе утвержден пятилетний план по импортозамещению. Он разработан по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева и утвержден постановлением администрации округа. Ранее он был рассмотрен экспертным советом по импортозамещению в Ненинском округе и согласован с Министерством сельского хозяйства. Документ разработан в целях увеличения объема товаров, работ, услуг, производимых и реализуемых в округе. Планом определены мероприятия в сфере сельского хозяйства и туризма. Он включает традиционные, доказавшие свою эффективность меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. В их числе субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, субсидии на 1 кг реализованного и отгруженного на собственную переработку молока, предоставление бюджетных инвестиций на приобретение технологических комплексов по убою и первичной переработке оленей. Кроме того, план включает реализацию четырех инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, способствующих импортозамещению. Речь идет о создании ферм и сельскохозяйственного рынка. Сегодня были забиты первые сваи из нового завода «Заполярье». Сваи используются для строительства новой школы в микрорайоне авиаторов. Партия шестиметровых свай в количестве 70 штук отгружена на стройплощадку. По условиям контракта завод произведет тысячу аналогичных железобетонных изделий для строительства школьного комплекса. Завод строительных конструкций «Заполярье», запущенный в сентябре текущего года, выходит на промышленные объемы производимой продукции. Помимо школы на авиаторов, у предприятия планируется еще несколько заказов. В частности, речь идет об изготовлении комплектующих железобетонного моста в поселке Искатель и производстве стеновых трехслойных панелей для нового детского сада на авиаторов. Заключенные контракты обеспечат работу завода на весь зимний цикл. В ближайших планах производство готовых домокомплектов. Покошенные стены, продуваемые полы, обвалившийся балкон. В таких условиях живет семья пенсионеров в доме по улице Ивтысова, 5. С 2009 года жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой помочь в ремонте. В результате квартиры провели капитальный ремонт, но ситуацию это не спасло. Жильцы уверены, зимой температура в квартире не поднимется выше 10 градусов, а потолок снова будет протекать. О своей проблеме они рассказали нашей съемочной группе. «Вот здесь будет течь все ровно, потому что надо наружную стену, там что-то делать, зашивать, чтобы сюда, потому что с потолка течет вода. На стену попадает вода, когда западный ветер, северо-запад, и вот отсюда все время течет на потолок. Даже замыкание вот здесь было, мы хорошо вовремя отрезали. А здесь вообще дует вот здесь. Продуваемый пол и покосившиеся стены, потолок, который при дожде так и норовит протечь, тревожит семью королёвок с 2009 года. Тогда в деревянном 12-квартирном доме провели капитальный ремонт, а именно подняли фундамент дома, который начал гнить. Только сделали это не по уму, в результате чего дом понесло в сторону со всеми вытекающими последствиями. Собственники квартир устраняли их сами, а Королёвы обратились в администрацию города, так как квартира муниципальная. Спустя почти семь лет капитальный ремонт всё-таки сделали, но жильцы отказываются сюда заезжать. Закрыть дверь на балкон после ремонта не смог даже представитель управления городского хозяйства. Именно муниципальное казённое учреждение было заказчиком ремонта в этой квартире. Подрядчик выполнил все работы и Эдуард Андрузов пришёл сдавать ключи жильцам. Но они их не принимают, ведь балкон вот-вот рухнет, стеклопакеты треснули, а из кладовых, где пол не ремонтировали, сильно дует. Представитель городского хозяйства говорит, ремонт сделан только на той площади, за которую платит наниматель. Поэтому балкон оставили в прежнем виде. «Наниматель, когда приходили и составляли тех заданий, если бы наниматель сказал, что вот переберите нам полы, очень дует там и очень дует там, естественно, мы бы это всё сделали. Но так как наниматель ничего не сказал, были полы кривые здесь, соответственно, мы площадь только вот эту отремонтировали, где действительно полы кривые, чтобы нормально поставить мебель». Да утеплить кладовую и туалет заказчик готов, но проблему это не решит. Сергей Королёв считает, полы надо полностью перебрать и утеплить. Зимой температура в квартире не поднимается выше 10 градусов. Оплата за отопление превышает 8 тысяч рублей. А про балкон и говорить нечего. Со двора дома видно, как он пошёл волной. «Надо было сразу сделать заливку сначала, а потом уже это все утепление всё делать. Дом надо поднимать, а не так, там надо менять всё. То, что сейчас они сделали, не просто рубероид положили, положили утеплитель. И сверху вот полы сделали, и всё. А там он, если он пол потрескался, вся заливка потрескалась, уже раз дом перекосился, значит заливка полопалась. Всё будет дуть всё равно снизу опять». Насколько правильно сделан ремонт, ответят в Госстройжилнадзоре. Жильцы могут обратиться туда с жалобой. «В соответствии с жилищным законодательством помещение по соц. найму передаётся нанимателю в состоянии, пригодном для проживания. То есть оно должно соответствовать всем нормам, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По факту сейчас, на сегодняшний момент, по нашей информации, оно таковым не является, не соответствует. После принятия работ, если жильцов не устроят качество ремонта, то есть они будут вправе обратиться к нам. И при наличии оснований мы проведём проверку в отношении собственника квартиры. Если выявится нарушение, выдадим предписание для их устранения». 26 октября Королёвы должны принять ключи и заселиться в квартиру. В противном случае им придётся платить за коммунальные услуги дважды – в своей квартире и в жиле маневренного фонда города, где они сейчас проживают. Однако супруги намерены добиваться, чтобы в их квартире стало теплее и комфортнее после неудачного ремонта. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Акция по чипированию животных. Пункт приёма для регистрации и чипирования будет открыт 30 октября в Центральном микрорайоне Нарьинмара. Волонтёры научат жителей региона записываться на приём к врачу с помощью информатов. Проект по внедрению информатов как эффективной формы самостоятельной записи на приём к доктору запустил Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Помощь волонтёры будут оказывать в часы пи, когда пациенты в поликлинике становится особенно много. Ребята установят очерёдность и будут дежурить у информатов, предлагая людям помощь. Участковая. На следующей неделе. На следующей неделе. Вот, есть на понедельник. Медицинский полис и минута свободного времени. Всё, что нужно для записи на приём через информат. С остальным помогут справиться волонтёры. Сейчас я записываю терапевтку участковую. В дальнейшем вы их не пользуетесь? Ну, вообще, да, удобно, потому что не нужно стоять в очереди. Также дозвониться по телефону, просто прийти и записаться. На сегодняшний день такими электронными устройствами оснащены четыре лечебных учреждения округа. Детская поликлиника, стоматология, взрослая поликлиника и центральная поликлиника Заполярного района. Но пользуются ими не очень активно. Таковы результаты анализа, проведённого профильным ведомством. Сегодня жители округа предпочитают записываться на приём к врачу по телефону или через регистратуру. Такие дедовские методы приводят к созданию очередей в регистратурах поликлиник и загруженности телефонных линий учреждений здравоохранения. Избежать этих неудобств призваны информаты. Эта акция будет проходить на протяжении двух недель. У нас, соответственно, задействованы волонтёры Дненецкого автономного округа. И это мероприятие интересно не только волонтёрам, но и, соответственно, полезно будет для граждан. Волонтёры, которые помогают записаться на приём через информаты, прошли специальное обучение. Они будут работать в различных медицинских учреждениях. Впрочем, те, кто может подойти для записи на приём в поликлинику, могут воспользоваться альтернативными способами. В округе можно записаться, соответственно, через интернет, то есть через портал «Доктор 83», через портал «Госуслуг» и через мобильное приложение «Витакарта». Напомню, проект по внедрению информатов, как эффективной формы самостоятельной записи на приём к доктору, запустил Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Анастасия Саботович, Мария Владимирова, Александр Бобрякович, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Нарьинмаре пройдёт выездная акция по чипированию животных. Пункт приёма для регистрации и чипирования будет открыт 30 октября в Центральном микрорайоне Нарьинмара. Выездную акцию проводят специалисты станции по борьбе с болезнями животных. В ходе процедуры животному ведут под кожу капсулу. Впоследствии с помощью специального сканера можно будет считать всю информацию о домашнем питомце. Чип включает сведения о владельце, породе животного, возрасте и прививках. В случае потери четвероногого друга чип поможет установить хозяев и вернуть собаку владельцу. В целом данное мероприятие направлено на профилактику безнадзорности животных. Учреждением заготовлено более 800 чипов. В день проведения акции для прохождения такой процедуры хозяевам животных необходимо предоставить ветеринарный паспорт. При его отсутствии животное сначала зарегистрируют, затем оформят документ. Регистрация проходит бесплатно, а за бланк ветеринарного паспорта необходимо будет заплатить 30 рублей. Выездная акция пройдет 30 октября с 10 до 14 часов в районе автостоянки по улице Ленина, дом 31Б и гостиницы Печора. Пунктом приема станет автомобиль УАЗ. Стоимость установки чипа с внесением информации в базу данных составит 530 рублей. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...